Житель посёлка Актау Кунтуган Хавдайхан показывает ущерб, нанесённый его дому регулярными взрывами. На всех стенах зияют трещины, а стёкла в окнах держатся только благодаря скотчу. Мужчина утвердает, всё это – результат взрывных работ в карьере цементного завода. Когда на заводе взрывают карьер, они месячный план за один день выполняют. Если бы они взрывали, в разные дни не было бы такого вреда. Я уже устал без конца ремонтировать дом. Они мне за ущерб не платят. Всё за свой счёт делаю. Мы каждый день боимся, что после очередных взрывов на нас дом рухнет. Чтобы как-то обезопасить своё жильё, Кунтуган Хавдайхан усилил дом дополнительным строением. Но здание от этого надёжнее не стало. Уже по новой пристройке пошли трещины. От последнего взрыва в доме и вовсе выбило окна, и треснули стеклянные двери. Теперь вместо стекла красуется кусок фанеры. Такого раньше никогда не было. Взрывные работы на заводе проводили, но дом от них не страдал. А в этом году взрывать стали очень близко, буквально в 500 метрах от нас. Дом на глазах рушится. Я даже не знаю, что теперь делать. Эта проблема коснулась и других октаусов. Жители всех домов по улице Чайковского и Энгельса также страдают от регулярных взрывов в карьере. На днях они пришли на отчётную встречу Акима и попросили помощи у руководства города и посёлка. Мы живём на последней улице Энгельса. Из-за постоянных взрывов дома постоянно что-то ломается. Когда уходим на работу, боимся, что с детьми что-нибудь случится. В ответ чиновники пообещали, что эту ситуацию возьмут на рассмотрение. Говорят, проблему каждого пострадавшего нужно изучать индивидуально. Я знаю, что между домами и заводом должно соблюдаться определённое расстояние, и они не должны его превышать. Я уже всех предупредил. На днях руководство цементного завода всю информацию мне предоставят. На решение вашей проблемы потребуется время, так как проводить взрывные работы им разрешило правительство. Сейчас у октавцев появилась надежда на разрешение проблемы. А пока им остаётся только ждать и надеяться на благоприятный исход. Искандер Байкенов, Сергей Баданин. Новости Тимиртау.